Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Анна Максимова. В этом выпуске я расскажу вам про книгу Алексея Исаева «Мифы о Второй мировой войне». Алексей Валерьевич Исаев – военный историк, кандидат исторических наук, аналитик, автор статей и книг, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Интерес к истории проявился у автора еще в детстве, и несмотря на диплом выпускника факультета кибернетики, он посвятил своему любимому делу всю жизнь. В 2000-х работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Был сотрудником Института военной истории, а в 2012-м году защитил диссертацию на кафедре Отечественной истории. Лучше всего про погодные условия в декабре 1939 года на Карельском перешейке написал Маннергейн. Однако у противника было техническое преимущество, предоставленное ему погодой. 30 ноября было плюс 3. До 20 декабря 1939 года на Карельском перешейке температура колебалась от плюс 2 до минус 7. Далее до Нового года температура не опускалась ниже минус 23. Морозы до минус 40 начались во второй половине января, когда на фронте было затишье. Причем мешали эти морозы не только наступающим, но и обороняющимся. Маннергейн пишет, вскоре начались исключительно жестокие морозы, поставив как нападающую, так и обороняющиеся стороны перед самыми тяжелыми испытаниями. Полутораметровый снег. Помимо морозов, распространенным образом Зимней войны стал глубокий снег. Опять же, в первых боях на Карельском перешейке снег советским войскам совершенно не мешал. Маннергейн написал в своих мемуарах. К сожалению, снежный покров продолжал оставаться слишком тонким, чтобы затруднять маневрирование противнику. Если не устраивает качественная оценка данным энергейнам, то можно привести и точные цифры. Их можно без труда найти в документах российских архивов. Например, в оперсводках советских дивизий в конце писали толщину снежного покрова. В оперсводке 123 СД номер 257 от 15 декабря 1939 года указано. Глубина снежного покрова 10-15 сантиметров. Напомню, что 15 декабря – это разгар первых неуспешных боев на линии Маннергейма. В этот день 123-я стрелковая дивизия, сводку которую я привел, вела разведку боем с тем, чтобы 17-го начать наступление. Задачей дивизии был захват высоты 65,5, ставшей одной из легенд Советской Финской войны. Штурм 17 декабря был неудачным. Однако, вплоть до оперативной паузы, до января 1940 года, мухнитрового снега не появилось. В оперсводке номер 17 от 6 января 1940 года начальник штаба 123-й стрелковой дивизии Сафонов указывает. Глубина снежного покрова 25-35 сантиметров. Напротив, в февральский успешный штурм высоты 65,5 оперативной сводки той же дивизии определяют снежный покров как глубокий. Если трезво оценить обстановку декабря 1939 года, то можно сделать вывод, что с точки зрения погоды время начала сухопутной операции против Финляндии было выбрано идеально. Советское командование вполне обоснованно посчитало, что в декабре почва будет схвачена морозами, а многочисленные финские озера, реки, болота покроются льдом. Но при этом снега будет еще немного, просто не успеет выпасть в достаточном количестве. Таким образом, это должно было позволить широко применить многочисленную советскую боевую технику, танки, артиллерию, а также обеспечить бесперебойное снабжение войск силами штатного автотранспорта. Полуторки и ЗИСы никак нельзя было назвать машинами повышенной проходимости. И нормально передвигаться они могли только по схваченной морозам почве. Любой, кто бывал на Карельском перешейке летом, дополнит этот список еще одним фактором – комарами. Жестокие насекомые, которые летом могли доставить солдатам немало неприятных минут, в декабре 1939 года по понятным причинам отсутствовали. Неприступные укрепления Хорошим тоном для сторонников теории о могущественной РККА, взломавшей неприступную линию обороны, всегда было цитирование генерала Баду, представленного ни много ни мало как строитель линии Маннергейма. Он писал, «Нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укрепленной их линии, как в Карелии. На этом узком месте между двумя водными пространствами – Ладожским озером и Финским заливом – имеются непроходимые леса и громадные скалы. Из дерева и гранита, а где нужно и из бетона, построена знаменитая линия Маннергейма. Величайшую крепость линии Маннергейма придают сделанные в граните противотанковые препятствия. Даже 25-тонные танки не могут их преодолеть. В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулеметные и орудийные гнезда, которым не страшны самые сильные бомбы. Там, где не хватало гранита, финны не пожалели бетона». А вот какие отзывы оставляют читатели об этой книге. «Объективная работа, созданная на архивных и всех допустимых источниках, обязательно по прочтению. Книга просто 10 баллов из 10». Очень хорошая, научно-популярная книга о чисто военных аспектах Второй мировой. Как на самом деле тогда воевали. В частности, образ немецкого солдата со шмайсером является скорее киношным, чем реальным. На самом деле немцы до конца войны чаще вооружались банальными винтовками. Очень познавательная литература. Очень неплохая книга, одного из лучших отечественных военных историков. В своей книге Алексей Исаев доступным языком развенчивает многие устоявшиеся стереотипы о Второй мировой войне. Уверен, что каждый, прочитавший эту книгу, узнает много нового и интересного для себя. Вообще, читая эти строки, человек, представляющий себе реальную линию Маннергейма, страшно удивиться. В описании Баду перед глазами встают какие-то мрачные гранитные утесы с вырубленными в них на головокружительной высоте огневыми точками, над которыми кружатся рвятники в ожидании гор трупов штурмующих. Описание Баду подходит на самом деле скорее к чешским укреплениям на границе с Германией. Карельский перешей и к местности сравнительно ровная. И вырубать в скалах огневые точки нет никакой необходимости. Просто вследствие отсутствия самих скал в товарных количествах. Но так или иначе, образ неприступного замка был создан в массовом сознании и закрепился в нем довольно прочно. Начать стоит с того, кем был цитируемый Баду. Генерал-майор Баду был бельгийцем, нанятым финнами в апреле 1939 года на завершающем этапе строительства линии Маннергейма. Он был ответственным за проектирование сооружений укрепленных узлов Муалаа и Салминкайта. Надо сказать, что финны не были довольны результатами его работы. Сооружения не имели газозащиты, их убежища были тесными, а амбразуры плохо защищены. Возможно, недовольство финнов заставило Баду сделать далеко идущие и неверные выводы относительно уже существующих финских укреплений. В целом, однако, линия Маннергейма была далека от лучших образцов европейской фортификации. Подавляющее большинство долговременных сооружений финнов были одноэтажными, частично заглубленными в землю железобетонными постройками в виде бункера, разделенного на несколько помещений внутренними перегородками с бронированными дверями. Три дота миллионного типа имели два уровня. Еще три дота, три уровня, подчеркну, именно уровни. То есть их боевые казематы и укрытия размещались на разных уровнях относительно поверхности, слегка заглубленные в землю казематы с амбразурами, полностью заглубленные, соединяющие их галереи с казармами. Сооружений с тем, что можно назвать этажами, было ничтожно мало. Друг под другом такое размещение, небольшие казематы непосредственно над помещениями нижнего яруса были только в двух дотах. Небольшие казематы непосредственно над помещением нижнего яруса были только в двух дотах и орудийном каземате по Тониене. Это, мягко говоря, не впечатляет. Даже если не брать в расчет внушительные сооружения линии Можино, можно найти немало примеров куда более совершенных дот. Например, в 62-м Брест-Литовском Уре линии Молотова двухэтажные пулеметные артиллерийские полукапониры были обычным делом. На одном этаже располагались казематы, на другом, находящемся под землей, были склады казарма. Не было на Карельском перешейке и обычных для укреплений Франции, Германии и Чехословакии подземных галерей, соединяющих доты. Подземные узкоколейки линии Можино, чешской Ханечки, остались для финнов несбыточной мечтой. Миллионеры оставались слегка заглубленными, изолированными бетонными коробками. Кроме того, дотов миллионного типа на основной линии обороны всего было 8 штук. Один в узле Инкеля, три в Сумманюкеля. Вдоль главной полосы обороны линии Маннергейма были установлены около 136 км противотанковых препятствий и около 330 км проволочных заграждений. Живучесть надолб была рассчитана на танки типа Рено, стоявшие на вооружении Финляндии. Не отвечала современным требованиям. Вопреки утверждениям БАДУ, финские противотанковые надолбы показали в ходе войны свою низкую историкость к ударам средних танков Т-28. Но дело было даже не в качестве сооружения линии Маннергейма. Любая оборонительная линия характеризуется количеством долговременных огневых сооружений, ДОС, на километры. Всего на линии Маннергейма было 214 долговременных сооружений на 140 км, из которых 134 пулеметных или артиллерийских ДОС. Непосредственно на линии фронта в зоне боевого контакта в период с середины декабря 1939 года по середину февраля 1942 года находилось 55 ДОТов, 14 укрытий и 3 пехотные позиции. Из них около половины были устаревшими сооружениями первого периода постройки. Для сравнения, линия Можино имела 5800 ДОС в 300 узлах обороны и протяженностью 400 км. Линия Зигфрида – 16 тысяч фортификационных сооружений. Данная книга основана на бестселлере Алексея Исаева «Десять мифов о Второй мировой». Автор существенно исправил и частично дополнил первоначальный вариант текста. В книге Алексей Валерьевич разбирает наиболее распространенные и нелепые мифы о самой масштабной войне в истории человечества. Здесь и прессовутые шмайсеры, пикирующие бомбардировщики, неуловимые 34-ки и тигры, реактивное чудо-оружие и многое другое. Книга камня на камне не оставляет от навязчивых штампов, искажающих память Второй мировой войны, и восстанавливает ее подлинную историю. А вот узнать, какие именно мифы развенчивает автор, можно только прочитав книгу. Найти ее вы можете в центре чтения Дворца книги. А вы читали книги из серии «Память Великой Победы»? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok